Очередной десерт будет сегодня у нас, друзья, посмотрите. Это разрыхлитель, это манная каша, что в бокале здесь молоко, кефир, пару яиц, батата, коричневый сахар, масло и кокосовая стружка. Возможно, что еще что-то добавится. Ну вот, друзья, мы прокрутили батат через наш станок, приготовили. Сейчас продолжим процесс. Добавляем кефир, грамм 200. Ну, одну чашку, в общем-то, роли не играет, чуть меньше, чуть больше. Пару яиц. Итак, друзья, нам сахар много нельзя, мы немножко ложим, но вы смотрите на свое усмотрение. Теперь покрутим, добавим в манку. Стакан. Стакан тоже 200 грамм. А капчу? 250. Так. Разрыхлитель. Полторы чайные ложки масла. Из косточек винограда. Без запаха, без... Безкусные вообще. Вкусные, но без запаха. Да, я с тобой. Особого вкуса тоже не хочу. Вот тоже. Ну вот, и соли добавить немножко решили. Да, вкусные. У нас соль морская, мы любим такую солескую. Смотрите, друзья, добавляем кокосовую стружку. Манка свою отдела сделала, смесь увеличилась. Перемешиваем. Смазанная форма. Форма смазанная, укладываем смесь в форму. Получится пирог. Сегодня мы готовим на маленькой духовке. Предварительно включили, поставили 180 градусов. Он огреется и ждет пирог. Ну вот, пирог приехал. Мы уже говорили, что готовность продукта определяем по запаху. Когда продукт готовый, аромат стоит конкретный. Появился вкусный запах, друзья, и мы тут как тут, на месте. Сейчас опроверь его, подождите. Конечно. Сейчас палочка суховая. Проверили палочкой. Запах нас пока еще не подводил. Пирог готов. Ну вот, смотрите. Сейчас мы его аккуратно переместим в красивую посуду. Постоять чуть-чуть. Вот такой, друзья, десерт у нас получился. Только что мы перекинули его. Всем спасибо. Увидимся в следующем видео.